приветствую всех любителей афк джорни на связи нибиру и в этом видео мы познакомимся с новостями которые сегодня опубликовали разработчики на официальном сайте ссылочку на оригинал я оставлю в описании к этому видео и так ребят то что все просили отчасти появилась но не совсем почему не совсем значит завтра 11 апреля будет обновление в этом обновлении читаем два важных пункта во-первых кросс-сервер для друзей вы сможете добавить друга с другого сервера и также участвовать с этим добавленным другом в кооперативных прокси и других совместных боях что такое прокси битвы и другие совместные бои хрен его знает но кооперативное это в принципе у нас уже есть битвы со скверненными существами мы это все знаем вот короче можно будет сейчас участвовать с кросс-сервером это очень хорошо я считаю это первый шаг к тому чтобы появилась общая система кросс-сервера и в итоге мы могли бы набирать людей в гильдии со всех серверов не только с нашего сервера в рамках одного сервера но и со всех других серверов это будет классно если впоследствии разработчики такой функционал добавят но то что уже есть кросс-сервер для друзей это я считаю очень очень круто нектарий привет итак продолжаем а значит пишут разработчики что для боссов и для аренки все останется также в рамках одного сервера ну было бы жирно если был бы кросс-сервер и там и потом разработчики выкатывают нам механику обновлений что ребят и в этой игре будут сезоны мы к сезонам привыкли до по различным играм и в этой игре они тоже будут вы можете сейчас поставить на паузу и прочитать что разработчики пишут конкретно про сезоны но я попытаюсь коротко отметить важное во первых это то что в рамках сезона разработчики хотят предоставлять нам какой-то уникальный контент этот контент будет доступен только в рамках одного сезона и будет содержать себе либо предметы либо навыки либо что-то вот функционально новое чего мы еще не видели и так будет каждый сезон это уже очень интересно потому что интерес к игре сразу повышается ведь каждый сезон будет добавляться что-то новое также уже за анонсили следующий сезон будет называться песни раздора и разработчики пишут он должен появиться в мае этого года то есть совсем совсем скоро будет каждый новый сезон открываться новый регион это уже железно об этом пишут разработчики прям черным по белому то есть вот будет песни раздора будет новый регион будет какой-то новый функционал и что ребят немаловажно если вы по какой-то причине пропустите этот сезон то потом впоследствии когда будет уже следующий или там 3 4 вы все равно сможете пройти этот сезон по крайней мере разработчики об этом пишут вот что будет если я пропущу сезон и вот будет какая-то штука под названием temporal nexus с помощью которой вы тем не менее сможете пройти сезон без эксклюзивных плюшек но все равно вы закрыть его сможете что очень очень хорошо также разработчики отмечают что хотят разнообразить геймплей игры что будет носить различные правки во все режимы и вот функционал игры дизайн вот большое значение для разработчиков имеет дизайн игры вот они хотят дизайн игры сделать по максимуму комфортабельным я думаю это им вполне может получиться также что еще отметили разработчики что в принципе развитие игры не будет останавливаться на каком-то элементе а будет всегда развиваться то есть продолжаться будут также у нас ребят и визуальные обновления то есть помимо контента который привнесет новый сезон будет также еще и визуал новый скорее всего тут имеется ввиду что какие-то элементы графики будут обновлены само собой декорации то есть внешка для персонажа то что у нас уже есть оно будет добавляться я думаю для определенных сезонов оно будет новое то есть вот в рамках сезона у нас будет какая-то эксклюзивная внешка которую только те кто играет этот сезон смогут получить и также уже заявлены про season pass и так называемый которые будут развиваться по мере прохождения сезона то есть сезон начался у нас пропуск появился скорее всего там будет донатная версия но это по другим играм в принципе тоже самое здесь ничего такого нету то есть разработчики выбрали путь именно сезонного развития игры это очень важно и это очень круто то есть это дает нам представление что во первых ждать следующем сезоне потому что такая информация будет заблаговременно озвучена или где-то опубликовано это раз и во вторых мы помещаемся в определенные временные рамки сезона что немного я думаю будет всех стимулировать потому что мы знаем когда сезон закончится и конечно будем все пытаться закрыть по максимуму все что только есть да главное активничать и играть помимо этого ребят я еще одну штуку интересную тут обнаружил сейчас да вот смотрите сейчас выделю можете сами прочитать разработчики пишут о том что впоследствии будут некие динамические сервера которые обеспечивают еще более лучший социальный опыт и вот тут тоже можно немного по дискутировать на эту тему что возможно вот мы играем на статических серверах то есть вот у нас например 37 сервер возможно будет реализован переход с такой статики на динамику и вот в этой динамике может быть будут каким-то образом расширены функционал взаимодействия то есть может это как раз будет тот кроссерверный функционал который мы ожидали до этого может это будет реализовано посредством каких-то динамических серверов но что это конкретно такое еще никто не знает я думаю об этом скажут позднее но ребят завтра значит у нас обновление и если какой-то друг у вас играет на другом сервере вы сможете его взять в друзья пригласить и с ним кооперативные битвы порашить так что на завтра план такой но и в мае ждем новое обновление с сезоном которые разработчики в этом тексте описали песни раздора повторюсь и ближе к началу этого сезона я само собой сделаю отдельное видео где уже детали обсудим что нам там предстоит против кого будем биться что за новый континент главные герои как только информация будет доступна ребят я сразу ее озвучу вот такой короткий новостной ролик всем спасибо за внимание не забудьте подписаться и зайти к нам в дискорд ссылочки как обычно в описании к видео чтобы не пропускать новости всем спасибо еще раз и до встречи следующем видео либо на стриме всем пока